Спортсмены из 33 спортивных команд съехались на соревнования, давно ставшие традиционными на территории Ленинского городского округа. Брянская, Курская, Владимирская область и, конечно же, Московский регион. В борьбе за пьедестал участвовало порядка 400 зудаистов. Ребята приезжают, завоевывают победы. Это необходимо для повышения квалификации. Завоеванные победы дают возможность спортсменам присвоить юношеские разряды, соответственно, повышать ученическую степень. На открытии соревнований присутствовала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Она пожелала всем ребятам достойного выступления. Ребята, вы лучшие. Страна гордится вами. И не важно, первое или второе место вы сегодня привезете домой. Вы должны знать, что ваша победа, она сегодня уже есть. И мы считаем, что чем больше вот таких замечательных, необыкновенных ребят в стране, тем надежнее наши дыры. Гости мероприятия вручила сертификаты 1Q и коричневые пояса двум воспитанникам клуба «Орленок» Федору Бромину и Улугбеку Азимову. Я занимался 8 лет, боролся. В Россию ездил, в Москве боролся, в СФО ездил. Я занимаюсь дзюдо с 4 лет. Для меня дзюдо – это как моя жизнь, вторая. Соревновательный день разбили на два этапа. Спортсмены 13 и 14 лет боролись во второй половине дня. С утра на татами вышли дзюдоисты 2008-2009 годов рождения. И вот первые награды. Но и гости Видного приехали, чтобы побеждать. Спортсмен из Пушкина Лев Павлов довольно легко одолел своего соперника. Не слишком сложно. Бывало посильнее. Так, средний. По итогам первенства «Орленка» принесли своему клубу две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В конце соревнований определились и командные лидеры. Первое место заняли дзюдоисты из Чехова. На втором – подальчане. Третье место – «Видное». Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.